Глава 37. iPad. На пути в посткомпьютерную эру. Это книга, которую должен прочитать каждый любитель технологий, гаджетов и вообще, конечно же, нужно знать, кто такой Стив Джобс, чем знаменит, что сделал и так далее. Несмотря на то, что это практически самый конец книги, хочется верить, что это не конец истории Apple. Однако силен тот, кто помнит свои корни, тот, кто помнит историю. И сегодня, 27 января 2010 года, был представлен iPad. Последний продукт, который презентовал Стив Джобс именно как новую товарную категорию. И это, конечно, продукт, который изменил нашу жизнь. Возможно, он не стал впоследствии какой-то мега-революцией. Многие до сих пор считают, что iPad это просто большой iPhone, хотя это абсолютно не так. И за 10 лет iPad доказал, что он действительно ворвался в ту самую посткомпьютерную эру, о которой говорил Стив Джобс и впоследствии Тим Кук. А мы с вами можем вот эту огромную книгу толстенную отложить в сторону. И взять вот такой вот маленький iPad mini 5-го поколения. Это актуальная версия. Я очень надеюсь, что Apple, во-первых, не забудет про iPad mini так надолго, как это было ранее. И выпустит нам обновленную версию, может быть, в дизайне Pro. Вообще, я хочу iPad mini Pro. Я был бы рад. Маленький, приятненький, чтобы в карман положить. Либо я могу взять вот такой здоровый iPad Pro 12,9 дюйма. И здесь у меня также открыта книга. Просто сравните, от чего мы пришли и к чему мы движемся. Потому что хочется верить, что путь iPad не завершен. И это, конечно, фантастика. Один из моих любимых девайсов. Смотреть на нем порно одно удовольствие. Я вам об этом много раз рассказывал. iPad изменил мой мир потребления контента. Да, я могу смотреть видосики на своем огромном 65-дюймовом телевизоре. Но почему-то все чаще я это делаю на iPad. Я завариваю пельмешки, доширак, ставлю iPad и смотрю YouTube. Я думаю, что вы так же делаете. Причем iPad, он такой классный. И вне зависимости от того, какая это версия. Он может быть супер навороченным Pro за 100 тысяч рублей. Может быть простеньким mini. А может быть вообще первым iPad, который до сих пор у вас у многих есть. Пара примеров, как iPad изменил нашу с вами жизнь. Многие, конечно, воспринимают его как абсолютно бытовое устройство, любительское. На самом деле iPad используется где? В архитектуре. Вместо вот таких вот кип всяких этих бумажных альбомов, современные архитекторы все то же самое могут делать на iPad. И у нас был ролик, где российские архитекторы построили стадион к чемпионату мира по футболу, на секундочку. Именно используя iPad. Если что, зацените. Или еще один наш ролик, в котором мы распаковывали самолет. Отчетливо показывает нам, что пилоты используют iPad. Это стало стандартом сегодня. Ну и, конечно, мы, как самые большие фанаты Apple, как главный техноканал на Руси, не могли пропустить столь знаменательное событие. И мы добыли самый первый iPad, запакованный в пленках. И сегодня я вам расскажу пару занимательных историй. А также мы распакуем этот мега-раритет за овер дохрена денег. Зашлите его, пожалуйста, быстрее. Это оригинальный чехол. Он был плохим. Он был прям очень-не очень. Вот так он выглядел. И мы с вами, конечно же, его тоже распакуем. Но вот она красота. Залетай. Самый первый, самый классный iPad в пленках. Именно в такой версии он стоит много тысяч рублей. Как только я ее сниму, он перестанет стоить дорого. Пора! Пора, друзья мои. Погнали. Абсолютно великая тряпочка в комплекте с Mac Pro. Вообще, в принципе, стоит купить Mac Pro за 2 миллиона рублей, чтобы вот эта тряпочка у тебя была в комплекте, и ей пользуется. С Mac Pro не так нужно, а тряпочка топ. Смотрите, какая история. Добыть вот этот iPad было очень непросто. И человек, знающий, а я хочется верить, в моей аудитории есть такие, уже понял, что... А, так, Валя, подожди. Это же это. Он не так выглядеть должен. Там должна быть другая картинка. iPad в 2010 году выглядел иначе. И будет прав. Это iPad 1 2010 года, но на iOS 5, который выходил уже в 2011 году. Но это еще более раритетная штука. Знаете почему? Потому что он официально российский. Он с нормальной российской вот этой бумажкой. Это RST-версия, как это называлось тогда. И вы знаете, это еще сложнее купить на eBay. Мы совершенно случайно его добыли. Я кидал кличи в Твиттере и в Инстаграме. И спасибо всем, кто ответил. И добыть его было очень сложно по нескольким причинам. Во-первых, мы, как обычно, очень поздно тюхнулись. И не успели бы заказать его на eBay. Хотя там они и есть. Во-вторых, люди предлагали совершенно разные варианты. Были у нас люди, которые предлагали странные уже активированные iPad'ы, запакованные в пленках. И на самом деле такие штуки продаются. Это фейки. Представляете, люди зарабатывают на старых фейковых iPad'ах, iPhone'ах. Что вообще происходит? И найти действительно честный девайс было сложно. В какой-то момент я даже отчаялся. И у меня промелькнула мысль. А что если найти iPad, допустим, восстановленный. Такие тоже есть на Авито. И положить его в коробку. Положить туда аксессы. Запаковать в пленку. И сделать вид, что это iPad в заводских пленках. Но это малодушие. Это обман аудитории. Так делать нельзя. Вы бы об этом никогда не догадались. Вы бы никогда в жизни не поняли, что это наедалово. Я бы это знал. И мне было бы неловко. Я бы не смог вам смотреть в глаза честно, как я делаю это сейчас. Поэтому. Мы прошерстили весь интернет. И нашли вот этот девайс совершенно случайно. И спасибо человеку, который мне его продал. И самое забавное, что вчера, я купил его только вчера, в воскресенье. Мне пришлось метнуться в Строгино и купить этот iPad. Вот как это было. Сегодня воскресенье. На часах Apple Watch 17.43. Я выезжаю в Строгино за iPad. Вроде бы все должно сложиться. Ехать мне до Строгино всего 20 минут. Забрал iPad. На самом деле хотел подснять ребят, которые мне продали. Но не стало, потому что мы молодые ребята. Они прям волновались. И я такой, ладно, фиг с ними. Но iPad забрал. А это значит все получилось. Значит я молодец. Тем не менее. iPad добыт. Стоил он нам 75 тысяч рублей. Это достаточно дорого. Можно найти еще дороже, дешевле. Здесь зависит от удачи. Но это действительно самый первый iPad. И знаете какая фишка? У меня никогда не было iPad в коробке. У меня был первый, конечно же. Я его купил. Хотя тогда не было канала Велсаком даже в планах. Но я уже тогда любил Apple. У меня был iPhone. Да, конечно я должен был добыть iPad. Но я взял БУ. Поэтому чисто технически я никогда не распаковывал первый iPad так, чтобы срывать пленки. Новый опыт, друзья мои. Спустя 10 лет. Хочется оттянуть как-то этот момент. Потому что фиг его знает. Напомню, что мы снимали ролик про первый iPhone 2G. Также никогда не открывающийся. И за счет того, что он 10 лет пролежал вот так вот непосредственно в коробке. Возможно у него даже цела батарея. И возможно мы сможем его включить. Потому что, конечно, те, которыми пользовались, они практически все уже с мертвой батареи дохлые. И более того, вам скажу. На Авито том же можно найти совершенно спокойный iPad за 500 рублей. За 500! Ну в хорошем состоянии полторы. iPad. Но он нахрен не нужен, потому что он устарел. Но! Я даже не знаю, как... Я знаю, как вас настроить на нужную волну. Я придумал. Давайте все вместе прямо сейчас посмотрим кусочек. Буквально 3 минутки. Но они стоят того. Оригинальной презентации из Сан-Франциско. Где Стив Джобс показывал iPad. И я думал озвучить на самом деле этот фрагмент. Мне не сложно. Но потом понял, что субтитры это то, что нужно. Я знаю, не все любят. Но чтобы послушать голос Стива Джобс, интонации, вот это все. Давайте 3 минуты настраиваемся. Вы поймете, в чем цимус. А потом распаковываем в полный рост. Я шутил когда я увидел это. Но, пока мы не будем говорить, я хочу обратиться к 1991у. Когда Apple... Apple announced и shipped its первые PowerBooks. Это была первая модельная компьютер. Apple actually invented the modern laptop computer with these PowerBooks. It was the first laptop that had a TFT screen, the first modern LCD screens. It was the first laptop that pushed the keyboard up, creating palm rests, and had an integrated pointing device, in this case a trackball. Well, of course, almost 20 years later, we've got incredible laptops now. Just a few years ago, in 2007, Apple reinvented the phone. With the iPhone. And a few years later, we've got the great iPhone 3GS, the best phone in the world. And so, all of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And, of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Better than the laptop. Better than the smartphone. What kind of tasks? Well, things like browsing the web. That's a pretty tall order. Something that's better at browsing the web than a laptop. Okay. Doing email. Enjoying and sharing photographs. Video. Watching videos. Enjoying your music collection. Playing games. Reading e-books. If there's going to be a third category of device, it's going to have to be better at these kinds of tasks than a laptop or a smartphone. Otherwise, it has no reason for being. Now, some people have thought that that's a netbook. The problem is, netbooks aren't better at anything. They're slow. They have low-quality displays. And they run clunky old PC software. So, they're not better than a laptop at anything. They're just cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third category of device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one. Right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this. So. Let's give you a little overview. It's very thin. I, as a real fan of Apple, looking at this picture, I can tell you a lot of cool stories. For example, 27th on the calendar. Why? Because it was presented on December 27th. It's not just like this. So, you know what it looks like? This is a YouTube icon. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Я прям хочу руками голыми разодрать пленку, прям ногтем сейчас, вот этим, подготовленный ноготь. Я его не стриг три дня. Вру. Я именно сегодня постриг ногти, и это как-то неловко выходит. Ах ты что? А? Айпэд причиняет боль. Но все хорошее в нашей жизни происходит через боль, чтобы вы знали. Но я проткнул. Какие-то ассоциации, конечно, с девственной плевой. Вообще, что происходит? Опа. Ес. Надрыв произошел. Но меня бесконечно радует, на самом деле, эта тема. Я надеюсь, что вам тоже зайдет, потому что... Ну, это история, друзья мои. Знаете историю? Более того, в Москве есть музей Apple, с которым мы давным-давно дружим. И я, конечно, оставлю на него ссылку. Сходите в музей Apple, друзья. Вам будет интересно. Там все эти штуки есть. Более того, вам скажу, вот этот самый первый айпэд уедет в тот самый музей Apple. Мы его вот в этом виде отдадим, и вы сможете его там посмотреть. Но давайте узнаем, что тут в Карабасе лежит. Вот ровно в этот момент он уже не стоит даже 75 тысяч рублей, что я заплатил. Понимаете, какая штука? Все. Заводской пленки нет. Все. Таинство первой ночи пройдено. На самом деле, если почитать книгу, еще в 2002 году некий инженер Microsoft приставал к Стиву Джобсу со своей идеей, говорит, планшет, там ручка, перевой, вот чего. И многие компании выпускали свои планшетные компьютеры, и Microsoft, конечно же, делала. Поэтому iPad не был первым таблетом. Apple вообще редко, когда что-то делает, прям совсем первое. Здесь устройство, которое, ну, в принципе, уже бывало на рынке. Но, как мы с вами поняли, в те годы были популярны ноутбуки. Это просто дешевые ноутбуки. Это дешевые ноутбуки, не представляющие себя ничего интересного. Ну, это прямо... А, запах, слушай. Ну, это прямо такое удовольствие. Я надеюсь, что вы чувствуете это удовольствие через камеру. Так вот, Стив Джобс загорелся идеей с такой, давайте сделаем сами. И уже есть патента 2004 года, где был описан этот самый планшет. Но, когда Стив Джобс увидел технологию мультитач, которую разработали в Apple, он понял, что до iPad нужно выпустить iPhone. Именно поэтому он стал первым. Он вышел в 2007, а вообще изначально Apple разрабатывала именно планшетный компьютер. 9,7 дюйма экран, эталонный. Именно примерно в таких габаритах сегодня и остается iPad. Он бывает чуть больше, чуть меньше. Но классический iPad это 9,7, ну, 10,2 дюйма, вот это все. Отложим его пока в сторону и посмотрим, что же шло в комплекте. Это официальный российский iPad. На секундочку. И уже тогда стало понятно, что Apple, к сожалению, не будет баловать нас наушниками. Никакими. В случае с iPad. Ты посмотри, какого размера наклейки. По-моему, сейчас они с iPad идут, но вообще ни разу они такие здоровые. Это прям такие мастер наклейки кайфовые. Здесь у нас еще и классическая инструкция. Эпловская. Очень простая. Включил, выключил на русском языке. Я прошу заметить. Гарантии, все дела. И единственное, что шло в комплекте также, это блок питания. Он, кстати, с тех пор вообще очень слабо менялся. Классический iPad-овский блок питания. И вот такой вот 30-пиновый Lightning. Зачем я сказал 30-пиновый Lightning? Чего я тупанул? Просто 30-пиновый классический. Тогда он еще назывался iPod Connector. Тогда это было актуально. Такие были в iPod'ах и потом стали в iPhone'ах, iPad'ах и так далее. То есть максимально просто зарядонька с проводом и iPad. Все. Очень-очень-очень интересно, заведется он или нет. Ты чувствуешь вообще? Не хочется лапать экран совсем. Прошу заметить, что в таком дизайне устройство просуществовало всего год. Плюс-минус, потому что еще раз, он выходил на iPhone OS 3.2, потом обновился до iOS 4, потом уже до iOS 5, и потом поддержка была прекращена. Вот именно первый iPad просуществовал вообще в экосистеме Apple очень мало. А вот iPad 2, который был представлен в 2011, вот он прожил, по-моему, 5 с лишним лет поддержки. И вообще устройство было крутым, потому что у него уже была фронтальная камера, задняя камера. В этом устройстве камер нет вообще. Тогда почему-то решили, что нахрена камеры? До Инстаграма оставалось еще несколько лет. Он достаточно тяжелый. Но что заявлял нам Стив Джобс? Он говорил, ребята, 10 часов автономной работы, причем под любой нагрузкой. И он был достаточно мощным на момент выхода. Впоследствии iPad 2, конечно, улучшил эти характеристики, но оригинальный iPad был вполне себе годным. Ну и, конечно, этот вот каноничный классический Apple дизайн. Алюминий, хорошие материалы. Даже сейчас старые iPad'ы не выглядят как рухлядь. Они выглядят достаточно породисто. Они, знаете, стареют с чувством, с неким эстетическим наслаждением. Это круто. Поэтому iPad, он был, конечно, странный весьма, но тем не менее. Очень не хочется его даже поцарапать, поэтому давайте откроем оригинальный чехольчик. Опять же, оригинальный кейс просуществовал всего год. К iPad 2, вышедший в 2011 году, появился каноничный смарт-кавер на магнитах. Я помню, когда смотрел презентацию, я просто орал, типа, Джонни, что ты сделал? Спасибо большое. К оригинальному iPad'у шел вот такой максимально... Позже. У меня такой не было, что-то. Как я уже говорил, я покупал бушный iPad. И мне... Продавец тогда в 2010 году зажал тряпочку? Подлец! Ты понял? Тряпонька-то с яблочком? Вот. Ты ее вот так вот клал сверху. Как знаете, у нас на Руси любят накрыть этой... Чем? Салфеточкой телевизором. Вот iPad накрыл, все хорошо. Ставь лайк, если у тебя был пульт в целлофане и накрытый салфеточкой телевизора. Фикс! Хопа! Он еще, насколько я помню, максимально неочевидно, на самом деле, подразумевалась установка туда iPad'а. Это вот так его нужно было засовывать. Вот так вот. Вот эта фигня закрывалась внутрь. Ну, вообще не Appleway, согласитесь. Сегодня как бы чехол... Это оригинальный чехол. Это не какой-то хитрый, сложный, а это оригинальный. Вот так, потом это вот так, и вот так. И вот эта вот фигня, она вот такой и была в оригинале. То есть она не до конца закрывалась. Чисто технически ты мог, да, ты мог его вот сюда вот подоткнуть. И здесь не было магнитов, поэтому эта часть загибалась вот сюда. И вот так ты мог на нем работать. Но типа совсем не Appleway, поэтому я помню, что первое, что я сделал после того, как купил iPad, знаете, я сделал вот так. И больше никогда я этот чехол не надевал. Ну, потому что она... Ну, потому что не то, не то ощущение. Я до сих пор, кстати, люблю чехлы как аксессуар. Вот, например, сейчас у меня желтенький, просто по приколу. Но вообще, ты достаешь устройство и наслаждаешься им в том виде, в котором его создавали дизайнеры. Именно в этом кайфматовом стекле, в котором практически нет отпечатков. Здесь ты наслаждаешься прохладным алюминием. Он достаточно толстый, большой, ты его так брешь в руки, кайф. Ну, вот в этом удовольствие. Вот эти чехлы типа нет. И когда пришел смарт-кавер, который просто закрывал мне экран, это была победа. А это алюминька, все как положено. Именно поэтому я не врубаюсь, зачем Apple сделала в iPad Pro вот эти фолио-обложки абсолютно ублюдочные. Я хочу, чтобы задняя часть iPad оставалась алюминиевой открытой. Мне не нужно, чтобы на ней была вот эта фигня. Зачем? Переделайте. Я буду орать вепрем, если он включится просто от нажатия кнопки. Я практически уверен, что он разряжен, но вдруг... Не, разрядился в усмерти. Чудо не произошло. Но возможно, возможно, я смогу втыкнуть его в зарядоньку, и чудо все-таки произойдет. Вот эту штуку, кстати, можно использовать и с современными iPad'ами, и iPhone'ами. Вот это уже, конечно, никуда. Раньше провода были великие. Это сейчас они делают такие быстро изнашиваемые. А раньше этим проводом, опять же, можно было задушить неприятеля просто. Это ж... Яблочко! Ну, как минимум, живой. Это не факт, что он сейчас включится. Но живой, подлец. Ты понял? Яблочко еще с градиентом. Что-то мигает яблочко, и ничего не происходит. Так это должно быть. Хм, походу, умер. А может, нет. Может, сейчас отдуплиться. Положим пока старичка в сторону. Я вам расскажу историю, что активировался iPad исключительно через подключение к компьютеру к iTunes. А я же не знал тогда. И я его схватил и подскакал на дачу. Это было лето. Как сейчас помню, приезжаю. Говорю, вообще, смотрите, что купил. Ай, включить-то его нельзя. А на даче интернета нет. И представляете, мое вообще вот это страдание. Когда два дня с субботы по воскресенью у меня лежал свеже купленный iPad. Я не мог им пользоваться, потому что не мог его просто активировать. Это было очень грустно. Но сейчас это, конечно, совсем другая история. Отвязан iPad полностью от iTunes. iTunes вообще нет, как я и сказал. Все очень сильно изменилось. Он выходил оригинальный на iPhone OS. Потом стало iOS. А с приходом 13-й версии разделилось. И теперь у нас есть отдельно iPad OS. И современный iPad, это, конечно же, на мой взгляд, до сих пор еще не замена компьютеру. Как, собственно, презентовали его оригинально между iPhone и ноутбуком, MacBook от Apple. Вот iPad занял лично для меня вот эту вот пустоту в серединке. Отличный девайс для потребления контента. Отличный девайс, чтобы посмотреть на нем YouTube, кинцо и так далее. И при этом это абсолютно неподходящее для меня устройство для работы. Я не могу на нем ни набирать тексты, я не могу на нем монтировать видео, вообще ничего. Хотя, вроде бы, казалось, у нас несложная задача. К сожалению, даже самый навороченный iPad, а мой Pro, самый крутой на терабайт с гаком, стоил, по-моему, под 200 тысяч рублей, если я ничего не путаю. Это крутой девайс. Там 120 Гц экран, там все классно, он долго работает, все хорошо. Но, к сожалению, не подходит для того, чтобы стать настоящей заменой компьютеру. Но посмотрим, что Apple представит нам в этом году. Особенно интересно то, что у нас не было никаких iPad'ов в прошлом. Ничего не обновилось, кроме миника свеженького и вот этого нового iPad 2019. Где мои прохи? Вот этого не случилось, поэтому ждем от Apple анонсов. Но, а нашего старичка я постараюсь завести. Друзья мои, ставьте лайки, и мы постараемся его реанимировать. И даже если этот не реанимируем, мы купим рабочий. И проведем с вами специальный ностальгический выпуск, где я поставлю те самые приложения, которые я ставил, когда купил свой первый iPad. И расскажу, чем он меня покорил. Потому что было одно приложение, после которого я сказал, все, все, какой ноутбук, какой нетбук, выкинь этот мусор. Все, я стал фанатом iPad'а на 10 лет и продолжаю им быть. И это очень крутой девайс. Он не такой популярный на самом деле. С 2010 года было продано 450 миллионов устройств. Вы скажете, ты что, долбанулся? Это, конечно, овер дохрена. И, конечно, iPad попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый продаваемый девайс в каком-то там 13-м году. С ним много интересного связано на самом деле. Но сегодня, ну, iPad, понимаете, iPad это вот iPad. И планшеты умерли. Android-планшеты не смогли конкурировать с iPad'ом. Если мы с вами знаем, что iPhone сегодня далеко не лучший смартфон, есть альтернативы, то у iPad'а альтернатив нет. Есть классные Samsung-планшеты, есть классные планшеты даже от какого-нибудь Huawei, прости господи. Но iPad это iPad. Он такой один, зато и любим. Спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, вам понравилось. И для тех, кто досмотрел до этого момента, я вот что скажу. Мы разыграем iPad mini 5-го поколения, один классный. Отдам вам, потому что, ну, потому что было бы неправильно закончить этот ролик без конкурса. Хотя мы много конкурсов проводили в конце того года. Я решил, что сейчас это того стоит. Так что, подписывайтесь на канал, оставляйте один любой комментарий и вы участвуете. Подводим итоги в конце февраля, друзья мои. Мы будем на Всемирном мобильном конгрессе, там же и подведем итоги. И, конечно же, конечно же, пишите в комментариях, если у вас есть свой опыт общения с iPad'ом. Будет интересно почитать. А я не прощаюсь, совсем скоро увидимся. Велсаком пошел реанимировать iPad.